В серии Fallout так много всего, что даже спустя десятилетия, проходя ту или иную часть, можно встретить массу всего нового. Сегодня я вновь отправлюсь в столичную пустошь и окрестности, чтобы показать вам еще 20 абсолютно бесполезных и дурацких фактов. Все эти факты чистейшая правда, но если вы хотите проверить их сами, то я бы рекомендовал вам приобрести третий фалач на одном очень удобном и классном сайте. Case for Gamers это торговая площадка, где вас ждет огромнейший ассортимент игр от множества продавцов. На сайте можно найти как бессмертную классику, так и последние громкие новинки, вроде Starfield или Cyberpunk Phantom Liberty. Case for Gamers предлагает любые возможности для оплаты и без каких-либо ограничений для России. Даже не придется запускать VPN, просто выбираешь удобный тебе способ, вводишь данные и готово. Служба поддержки на связи день и ночь 24 на 7 и готова решить любые ваши вопросы. По промокоду FALOCH вы получите скидку в 10% на любой товар, так что вперед за покупками. Ссылочка в описании. Жители Арефу из-за инцидента с кровожадными каннибалами сидят по домам. Однако после прохождения квеста Узы Крови, одинокий путник поможет решить проблему. После понемногу жители Арефу станут выходить наружу. Одна из них, Карен Скензи, и вовсе отдельно поблагодарит героя. Она укажет путнику координаты нескольких интересных мест. Это заправка, стоянка, форт Баннистер, церковь и Шейлбридж. По словам Карен, в этих местах главному герою будут рады. По всей видимости, это неудачный сарказм, ведь как минимум форт облюбовали наемники из компании Коготь, и одинокому путнику они рады точно не будут. Но как минимум это хорошие локации, на которых есть интересный лут. На станции метро Мереште живут люди из организации «Семья». По сути, они являются кем-то вроде каннибалов, однако предпочитают лишь пить человеческую кровь. К сожалению, из-за их безумной привычки страдают люди из соседнего поселения Арефу. Как оказалось, сама семья является отсылкой. В 1971 году на экраны вышел фильм «Человек-Омега». В нем события происходили в Лос-Анджелесе спустя два года после бактериологической войны между Советским Союзом и Китаем. В результате войны по земле распространилась болезнь, а единственный выживший в Калифорнии остался военный врач, обладающий иммунитетом после приема вакцины. Но кроме военного, в городе также присутствуют пораженные болезнью и изменившиеся психические мутанты. Они боятся света, а потому живут под землей. Собравшись в секту, они считают, что конец света произошел по вине науки. Называют они себя «семьей». Почему в BTS зарешили сделать из них вампиров, непонятно. В городке Андейл живет несколько семей, промышляющих каннибализмом. Все в городке являются друг другу родственниками. Согласно традициям, жители заключают брак только между собой. Связано ли это с их желанием пожирать прохожих, непонятно. Тем не менее, в конкурсе названия лучшего города в США, Андейл обошел Спрингфилд и Роквилл. По крайней мере, об этом игроку сообщит Линда Смит, одна из жительниц. Это, разумеется, какая-то шизофрения. Кто вообще будет проводить такие конкурсы в условиях постапокалипсиса? Однако это даже похоже на правду. Спрингфилд это практически полностью разрушенный город, к тому же в школе которого обитают рейдеры. А Роквилл это город, в котором располагается штаб студии Бетезда. В игре, к сожалению, в этот город попасть нельзя. Дуков это главный альфач серии Fallout. Мужик живет с двумя девчонками в отдельном доме, и никто не смеет его трогать, ведь стреляет он как никто другой. Его сильный дух подтверждается еще и тем, что при встрече с главным героем, он тут же проявляет звериный оскал и бычит. А при встрече с главной героиней, напротив, начинает подкатывать и проявлять себя как самый настоящий самец. По всей видимости, его хватит и на третью. Настоящий герой. Сложилось впечатление, что главный сюжет Fallout 3 немного неадекватен. В основном потому, что очистка воды будто бы и не требуется пустошам. Единственные ребята, которым действительно хочется пить, это сидящие перед каждым городом в количестве одного человека нищие жители. На самом деле это не так. Насос Мегатонни еле жив, а вчера и вовсе я услышал данный диалог охранников Ревит Сити. Один из новых иммигрантов на прошлой неделе умер от радиации. Джей. Да, говорят, воду из реки пил. Вот дурак. На корабле вода немногим лучше. Если к нам вскоре не станет поступать чистая вода, всем мы кончим тем же. Серьезно? Тут был такой диалог? А вы знали, что поработить можно не только нейтральных персонажей, но еще и рейдеров? Например, если в Эвергрин Миллс подкрасться к рейдеру и оглушить его из стелса, то он также не поймет, что происходит и разрешит одеть на себя ошейник. Когда рейдер побежит в Парадис Фоллс, ему можно остановить и попытаться при помощи науки снять ошейник. Очевидно, с плохим научным навыком может произойти нехорошее. Кстати, кто-нибудь подскажет мне, почему у рейдера домашнее животное Ред Скорпион? Однако все может пойти не по плану. Например, этого рейдера я не успел догнать, чтобы снять ошейник, а у другого и вовсе взорвалась голова. Странный поступок. А вы знали, что в Фоллауте 3 можно копать ямки? Нет, я не сошел с ума. В дополнении Point Lookout для Фоллаут 3 можно прийти в западную часть полуострова и найти небольшой неотмечаемый квест. В нем вам предстоит найти место, где до Великой войны был спрятан небольшой клад. Для начала задания необходимо прочесть специальное сообщение, а также найти лопату. На удивление, в третьей части, в отличие от Нью-Вегас, можно раскапывать могилы прямо руками, а вот ямки в Point Lookout придется копать при помощи инструмента. Причем разработчики даже добавили сюда специальную анимацию. Странно, но прикольно. В общине Кентерберри происходит какая-то дичь. Поселению не дают покоя двое психов, которые считают себя кем-то вроде супергероев или суперзлодеев. Механист облачился в доспехе и управляет роботами, а не Мирмика, одета в какую-то дрянь и управляет муравьями. Как, зачем и почему, никому не понятно. Однако, местный пацаненок по имени Дерек без ума от этих двух. На вопрос, как остановить непримиримых соперников, Дерек попросит ни в коем случае этого не делать. Разве что, если герой сам не хочет стать одним из них. В зависимости от различных характеристик спешл главного героя, Дерек даже придумает ему псевдонимы. Супер Громила, если герой сильный, Грозный Коготь, если ловкий, Блестящая Тень, если с высоким интеллектом, или Супер Пупер Счастливчиком, если у путника высокая удача. Да, с названием в последнем случае у парня не очень получилось. В Республике Дэйва, когда главный герой будет участвовать в выборах, можно пообщаться с дочерью самого Дэйва Шоной. Девушка достаточно многогранна, умеет всякое, да к тому же работает учительницей в местной школе, а также главой музея Дэйва. Если при помощи красноречия убедить девушку в том, что главный герой владеет огромной коллекцией предметов ее отца, то она с радостью будет покупать вообще любой хлам, который вы ей только захотите продать. Быть может, с моральной точки зрения это нехорошо, однако заполучить лишние крышки от доверчивых жителей Республики Дэйва бесценно. А вы знали, что имена обитателей Храма Единения – это отсылка к политическим деятелям США времен Авраама Линкольна? Ганнибал Хэмлин назван в честь сенатора и вице-президента США. Калиб Смит – в честь журналиста и соратника Линкольна, позже ставшего министром иностранных дел. Симона Кэмерон носит имя Саймона Кэмерона, государственного секретаря Авраама Линкольна в начале Гражданской войны. А Билла Сьюарда назвали в честь Уильяма Сьюарда и еще одного секретаря. Вообще, Fallout 3 и 4 пропитаны историческими параллелями и отсылком именно к истории США. По всей видимости, в Бетезда очень любят эту тему. Различная антинаучная дичь в серии Fallout появилась еще в классике. В эпохе 3D мы также встречаем на пустошах фэнтези-элементы. Например, экстрасенсов. В Нью-Вегасе это мальчик, живущий под мостом, а в Fallout 4 бабуля, которая упарывается винтом, после чего предсказывает всякое. В Fallout 3 тоже есть похожий персонаж. В Оазисе провидится сирень, это потомственная целительница и ясновидящая. Если поговорить с ней и выслушать предсказания, то она перескажет практически каждый квест, который ждет одинокого путника в будущем. Лично мне такое не сильно нравится. Такой подход напоминает скорее серию The Elder Scrolls. Однако, учитывая появление подобных персонажей в нескольких играх серии, это стало уже ее частью. Изгои Братства Стали это, пожалуй, единственные на столичной пустоши ребята, которые не предали идеалы Братства и ведут себя ровно так же, как вели себя всю серию. И даже втереться к ним в доверие не так просто. Если проникнуть в их форт, то они начнут атаковать главного героя. Однако, если поговорить с хранителем Каденом и взять у него задание на доставку в форт различных приколов, будь то энергооружие или силовые брони, то рано или поздно можно будет спросить, ну так как, теперь-то вы мне доверяете? Каден скажет, что он поделится со всеми изгоями информацией о дружбе с главным героем, и с этих пор никто в форте не будет его атаковать. Правда, занятный факт, проникнуть внутрь все равно не позволено, форт придется вскрыть отмычками или украсть ключик. А вы знали, что Транквилити Лейн изначально должно было появиться отнюдь не в гараже некого Кейси Смита? Если посмотреть на ранние арты Фоллаута 3, то можно увидеть, что Транквилити Лейн это название разрушенного боулинг-центра. Вполне вероятно, что убежище 112 с виртуальной реальностью на борту должно было появиться как раз-таки под этим зданием, но при разработке что-то пошло не так. Убежище перенесли под гараж, а название Транквилити Лейн присудили самому виртуальному пространству, где сидит в заточении отец главного героя. В подземелье есть торговка по имени Тюльпан. Женщина владеет небольшим магазином, а еще она очень любит книги. Когда она пришла жить в музее, она обнаружила большое количество самой разной литературы. А вы знали, что если спросить ее об истории подземелья, то она зачем-то вручит одинокому путнику книгу под названием «Потерянный рай». Это поэма 17 века. Причем на терминале Тюльпан можно обнаружить отрывки из четырех книг этой поэмы. Но самое интересное здесь другое. Если посмотреть на модельку книги, то с виду это привычный нам томик-ложь-учебник для конгрессменов. А если ее прочитать, то у главного героя повысится красноречие. В общем, какая-то несуразица получилась у авторов игры в этом моменте. А вы знали, что высший Паладин Кросс помогала главному герою еще до его рождения? На момент 2258 года Паладин охраняла всех ученых проекта «Чистота» от супермутантов. Однако, когда проект загнулся, а мать главного героя умерла при родах, Кросс помогла отцу одинокого путника и проводила его аж до самой мегатонны, откуда Джеймс попал в убежище 101. Занятно, что Братство Сталина в Восточном побережье не только изменилось до неузнаваемости, помогая окружающим, но еще и спасают младенцев. Практически все обитатели 101-го не проявляют главному герою никакой агрессии, когда он убегает из убежища. Лишь самые преданные смотрителю охранники могут охранять выход из убежища или охранять его самого. Однако, никто из виденных нами ранее персонажей не станет атаковать героя. Никто, кроме офицера Уилкинса. Понимая, что у него больше не будет шанса расквитаться сыном Джеймса, он нападает на него. Но расквитаться за что? Дело в том, что при побеге можно увидеть трупы еще двух персонажей с такой же фамилией, как у офицера. По всей видимости, это были его родственники и, возможно, дети. Побег отца главного героя настолько странно прописан, что мы до сих пор не знаем, что точно произошло. Но как минимум в смерти родных офицер винит именно отца главного героя и хочет за это поквитаться. А вы знали, что своими действиями главный герой Fallout 3 может погубить как минимум одного невинного человека в Рэйвенрок? Натаниэль Варгас, дедуля из Мегатонны, который очень сильно фанатеет от Анклава, может быть найден путником в Рэйвенрок. Его схватили и теперь он совсем не поклонник этой организации. Он будет просить путника как можно быстрее бежать из этого чудовищного места. В то же время здесь можно встретить и Анну Холт, помощницу доктора Ли. Ее взяли в плен на мемориале Джефферсона, но увидев возможности Анклава, она перешла на их сторону. По всей видимости, Анклаву могут понадобиться такие люди, поэтому ее решили оставить, тем более она сдала все, что знала по проекту Чистота. Так вот, если главный герой убедит президента подорвать Рэйвенрок, то и эти двое погибнут, но одинокий путник о них даже не вспомнит. В Ten Penny Tower есть робот-бармен по имени Шейкс. К сожалению, цены в его меню настолько гигантские, что даже становится смешно. Одинокому путнику, страдающему от алкоголизма, явно не понравятся местные цены, и тем не менее, есть возможность эту самую цену снизить. Если прокрасся к терминалу, то в нем можно запрограммировать либо 10% праздничную скидку, либо вовсе установить себе 50% скидку как VIP-персоне. Вот теперь можно неплохо закупиться, а потом, покачиваясь, отправиться на пустоши, чтобы вновь зарабатывать себе на выпивку. А вы знали, что квест прекрасной Сьеры Петровиты можно заигнорировать? Когда главный герой попадет в Гердершейд, а Сьера предложит ему великолепную и наиболее лучшую экскурсию по ее музею, главный герой может нагрубить девушки. В таком случае она очень расстроится и даже обидится. С этого момента не получится вообще никак запустить квест по поиску 30 бутылок квантовой, а бедный Роналд никогда не сможет добраться до грязных трусов Сьеры. На каждую попытку заговорить с девушкой она будет отшивать одинокого путника со словами «Что, снова пришел посмеяться надо мной?» Даже не знаю, кому в этой ситуации хуже – Сьере, который не принесут квантовую, или игроку, который не получит себе самый интересный квест в третьей части. Мэр Макриди, пожалуй, один из самых ярких персонажей третьей части Fallout. В самой каноничной и логичной локации игры он выступает в роли мэра. Пещера детей буквально держится на плаву только благодаря его суровым навыкам лидера. При успешной попытке попасть внутрь локации Макриди поначалу будет относиться к главному герою спокойно. Однако, если у него будут постоянно появляться вопросы о том да о сём, Макриди может не выдержать и послать одинокого путника через трехэтажные. Поэтому выбешивать шерифа и мэра в одном лице лучше не стоит. А на сегодня всё. В завершении хочу, как обычно, поблагодарить замечательных спонсоров на Бусти. Проект продолжает жить исключительно благодаря этим шикарным людям. Особую благодарность выражаю следующим ребятам. Эваус, Мэйкингеймс, Дмитрий Музыка, Мик Рок, Австриец, Мистер Роуз, Любитель, The Bad Zero, Экстра, Тёма Лапушка, Waterland, Даниил Биттер, Дезмонд, Флатт, Андрей Вишневский, Шейн, Евгений Баксанов, Харон, Мистер Алл и Василь Саныч. В качестве спасибо для подписчиков уровня Рыцарь Братства Стали и Выше на Бусти появляются эксклюзивные видеоматериалы. Не так давно там вышел очередной видеодневник, где мы обсудили Fallout London, сериал Fallout, а также различные новинки. Кроме того, на Бусти продолжает выходить третий сезон лора мира Fallout. Если вам нравится то, что я делаю, то лучший способ поддержать и навернуть еще больше контента — это отправиться на Бусти и стать спонсором. Ссылочку оставлю в описании. Играйте в хорошие игры. Всем удачи и пока!